Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Рада вас видеть на канале Лилия Франции! Так, у нас около 8 утра и у меня есть где-то полчасика чтобы прогуляться, как вы заметили я на своей любимой пешеходной дорожке и уже направляюсь к дому буду собирать Миленку и везти в школу если вам интересно провести этот день вместе со мной, то оставайтесь! Продолжение следует... Сегодня первый день зимы но во Франции это не первый день зимы потому что она здесь начинается 21 декабря листья все желтые у нас минус 3 и в общем не очень тепло, но слава богу нет ветра сегодня я уже переделала кучу дел несмотря на то, что сейчас всего лишь сколько у нас около 10 утра уже я была и у фотографа забрала Миленкины фотографии отвела ее в школу была на почте, была в банке была в магазине ну в общем я молодец так и сейчас буду завтракать завтрак у меня сегодня поздний и когда я болею, для меня вообще проблема что-либо съесть здесь у меня заваривается липовый цвет лимон и корень имбиря затем вот у меня есть волшебный мед это мне друзья передают из Украины и этот мед я использую только когда мы болеем потому что он действительно натуральный настоящий это не купленный в магазине это у моих друзей, у родителей пасека и качество меда просто изумительное затем приму витамины приму магний, В6 и приму мультивитамины купила я снова баночку в общем думала, что Милену выписали а меня не выписали ну я думаю, вы слышите по голосу что не очень хорошо я разговариваю и завтрак мой сегодня вот такой вот будет два мандарина и одна груша я думаю, мне будет достаточно вместе с медом и с вот таким вот тизаном ну чай, липовый цвет липовый чай у меня будет парфюм дня сегодня это Анаис мне кажется, что девочки моего возраста прекрасно помнят этот аромат поскольку этот парфюм был одним из самых желанных и самых любимых ароматов наших мам и я помню, что когда мы ездили в Москву то обязательно посещали ГУМ для того, чтобы посмотреть есть ли в продаже этот парфюм так же как и помады так же как и тушь от Ланком ну, в общем, это такое приятное воспоминание и иногда я с удовольствием наношу этот раритетный аромат и мне это напоминает именно тот период моего детства когда моя мама покупала и пользовалась вот этим вот парфюмом сейчас вышла новая версия она немножечко отличается от оригинала она не очень мне нравится и я все так же продолжаю покупать для себя именно вот эту вот оригинальную версию так что сегодня аромат дня это Анаис Анаис Милеша у меня сегодня с большой радостью просыпалась без всяких проблем потому что сегодня первый день когда можно открывать адвент календарь этот календарик она сама выбрала в супермаркете в Испании и терпеливо ждала практически сколько да около месяца не открывала терпела и сегодня проснулась и говорит мамочка это же зима я говорю да сегодня 1 декабря ну как она мы то ей говорили что завтра послезавтра она же спрашивает а когда можно будет открыть в общем детки есть детки так что моя кукла сегодня уже первое окошечко слопала вкусного шоколада в прошлый раз когда покупала хлеб для вот таких вот бутербродов в общем перепутала думала что я взяла питу а я взяла вот такой вот вот такие вот лепешечки и они как оказались такие вкусные они полностью готовые пита вот как вы знаете она разрезается и внутрь вы наполняете мясом или рыбой салатом а вот этот вот вот эти вот лепешки используются их укладывают как бы для такого вот тортика вы укладываете различную начинку все это можно будет промазать соусом добавить зелень и сами вот эти вот лепешечки перед тем как что-то из них приготовить ну вот как на картинке к примеру нужно отправить или в тостер или в духовку и они тогда такие вот по вкусу как будто только вы их испекли так что девчонки если любите вот такие вот очень интересные бутербродные торты то обратите внимание очень мне понравился вот такой вот хлеб в упаковочке пять штук кто там наблюдает за жизнью в доме тикунета тикушка у меня тики он 20 минут просилась чтобы ей открыли дверь и выпустили на улицу у нас такая холодина ужас просто такие тучи висели я была уверена что будет снег но снег нас обошел стороной наверное скорее всего из-за того что ветер был сильный и снеговые тучи ушли от нас но тем не менее в воздухе чувствуется прям вот такая вот зимняя прохлада тики тики побежала немножечко хочу похвастаться забрала я фотографии Миленко две недели мы были на больничном и у них в школе фотографировали деток и она как раз не присутствовала в это время но поскольку ребенку хочется тоже чтобы были фотографии в общем мы ездили в студию фотографа и сфотографировались прямо там на месте и сегодня я съездила и забрала наши фотографии в общем это календарик большой портрет затем вот такой вот портрет средней величины два небольших три средних и две закладки для книжек и заказала и заказала еще дополнительно два вот таких вот портрета бабулечкам отдадим красотулечка моя стою сейчас вот и голову ломаю куда я пристрою вот этот вот аппарат вы видели когда нибудь такие вот огромнейшие коробки для принтеров мне муж вчера говорит ты будь дома потому что привезут посылку и я в общем заказала этот купил принтер здесь принтер сканер и дело в том что он на лист не А4 ну и А4 тоже делает и на лист А3 это огромные такие листы и ну я в общем честно скажу я уже не предполагала что ящик будет настолько вот таким вот объемным да и сам принтер надо будет посмотреть размеры где я его поставлю ну в общем немало бабокопоту купила порося обалдеть мы решили с Артурчиком попробовать разобрать вот эту коробку что там находится в общем пока папа приедет домой мы его и установим да просто я даже не видела никогда таких огромных принтеров господи сколько всего крышка оно что ага оно здесь разделено оно все в разобранном варианте понятно но он тоже как ни крути он не маленький тот наш который тот он намного меньше он бумагу А3 ну да тут мы бабушке да тут мы бабушке отдадим господи больше вот этого протекцион чем конечно не если бы ты видел как он бежал этот который доставлял я вообще не представляю с этой коробкой так ну ладно будем мы а ну сейчас Артур давай доставай небольшой в принципе такой как в фотосалонах стоит какой большой огромный ой мама моя действительно и он разобран тем более и он еще и разобранный так ну ладно пойдем мы с сыном собирать этого монстра посмотрим что у нас получится ох и папа у меня сегодня день посылок только что привезли вот эту вот ну это доставка была это другая это не почта и привезли принтер и только что звонит почтальон пришла моя посылочка с заказом я заказывала свитера в общем сейчас буду все это распаковывать буду мерять так кстати у нас похолодало и у меня три новеньких красивых свитера в общем сын меня отправил заниматься своими делами потому что я ничего не понимаю в установке вот этих картриджей как сделать вот это все соединить все наши компьютеры с этим новым принтером сканером и ба 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 в общем чтобы его не нервировать своими дурацкими ну для меня они не дурацкие для него дурацкими вопросами в общем я сейчас собираюсь в магазин для сегодняшнего ужина мне нужно кое-что подкупить потому что как обнаружилось у меня не хватает яблок и ну хлеб нужно ну в общем такое самое необходимое и стала я читать ваши комментарии и хочу сказать девчонки ну вот давайте есть на сто процентов откровенно мне кажется что некоторые из вас лукавят когда говорят что ну им все равно лишь бы милый был рядом мне кажется что этого недостаточно потому что ну неужели вам не хочется чтобы вам дарили цветы неужели вам не хочется какого-то более повышенного внимания к собственной персоне неужели вам не хочется слушать комплименты неужели вам не хочется чтобы ваш любимый человек думал о вас и поэтому когда вы мне там написали вот ты там говоришь что во-первых это не я говорила а я просто предсказала семинар который я посещала и это мнение было французских психологов и как бы некоторые вещи абсолютно и даже для меня неприемлемы и у меня есть своя точка зрения на этот взгляд кстати о точке зрения мне в комментарии написали что типа ты же тоже не первый раз замужем и как у тебя все это происходит неужели ты вот в роли добычи и что это стресс и что никогда не расслабляешься и своего мужа значит не рассматриваешь как полноценного партнера равноправного вернее партнера знаете как если говорить надеюсь вы меня поймете я наверное скажу так что скорее всего да я являюсь в роли той добычи но не именно того за кем нужно охотиться а скорее всего моя роль заключается в том чтобы сделать нашу совместную жизнь более интересной я согласна с тем что женщина должна быть в ней должна быть какая-то загадка что не нужно все вот так вот вот она я твоя открываться на все сто процентов потому что когда ты уже все знаешь то тебе дальше не интересно и поэтому я всегда нахожу какие-то вещи какие-то устраиваю какие-то ужины интересные устраиваю какие-то свидания делаю непредвиденные подарки меняю свой имидж и стараюсь быть разной абсолютно разной и если ты все время носишь одну и ту же прическу один и тот же цвет волос тот же самый макияж одинаковый стиль в одежде и так это из года из года в год из года в год из десятилетия в десятилетие то согласитесь как бы это приедается и моя роль и моя роль добычи наверное заключается в том чтобы сделать нашу жизнь более яркой а не такой какой-то примитивно приземленной что дом работа дом дом работа дом я я вижу возле телевизора и муж смотрит этот самый телевизор и знаете как на старости лет когда ты захочешь что-то вспомнить то что ты вспомнишь я например не хочу вспоминать что я проводила вот такие скучные дни вместе в моей семейной жизни я ищу яркие моменты и я стараюсь чтобы все время с каждым днем с каждым месяцем с каждым годом мой мужчина находил во мне что-то то чего он не видел или не знал до этого и поэтому наверное да как тоже был один такой комментарий что наша жизнь игра и мы все в ней актеры скорее всего да естественно я не стрессую я не напрягаюсь и это не то что знаете как что я пишу сценарий что вот там 25 ноября или там марта нужно будет сделать вот это нет когда я чувствую что мне это необходимо когда я чувствую что моему любимому человеку это необходимо я это делаю вот так вот я вижу семейную жизнь которая не постная которая разнообразная и яркая и интересная и еще тоже комментарий который улыбнул мне написали что неужели много людей посещают курсы о том как удержать мужчин девчонки это не курсы как удержать мужчин это курсы по психологии семейных отношений такие курсы сейчас они популярны во всем мире и посещают их люди разного возраста посещают их мужчины посещают их женщины и всегда вот я ходила на эти курсы на протяжении трех месяцев как раз у меня был такой свободный период что у меня не было ни работы не было ни учебы не было ну в общем свободное время и я старалась его как-то разнообразить и чтобы мне было интересно и с пользой провести время поэтому я нашла эти курсы и с удовольствием на них ходила мне было интересно и мы разбирали различные ситуации различную модель поведения в семье я считаю что я для себя много полезного взяла из вот этих вот семинаров поэтому если я делюсь какой-то информацией с вами я это делаю от искренней от чистого сердца а не для того чтобы навязать свою точку зрения тем более как в прошлом видео некоторые моменты как я уже сказала у меня совершенно другое видение и все что было сказано там это было сказано это был пересказ семинара ответ на вопрос это видео было информация о том как французы как французские психологи советуют женщинам француженкам вести себя в отношениях с мужчинами так ладно дорогие мои побежала я в магазин потому что я сегодня хочу приготовить что-то очень-очень вкусненькое на ужин и надеюсь что рецепт покажу и вам девчонки просите показывать цену косметики какая у нас во Франции вот у меня сегодня положили в почтовый ящик вот такую вот брошюрку я не покупала эту косметику и если вам интересно я сейчас пролистаю ее вместе с вами посмотрим что здесь они предлагают какие цены маски есть 9 евро со скидкой все идет это что-то наверное типа какие фроши еще какие кремы видите 27,50 это со скидкой 50% 49,90 это что хоть идет какое а это антириды это против морщин кремы сыворотка да да это омолаживающая серия 4 недели 27,50 здесь вот тоже для хорошего цвета кожи тоже антивозрастная косметика ну это что-то крем летняя линейка похожа так вот еще ну цены в принципе 10,12 27,10 опять же все в основном идет вот такая антивозрастная омолаживающая косметика не знаю возможно что-то и захожу себе попробую я так нашла себе вот этот крем которым пользуюсь вот у меня дневной это шанель и ночной от лориаль и как-то так мне все подходит так мне все нравится что если все хорошо зачем менять а с другой стороны нужно же пробовать что-то новое кожа привыкает так это что у нас здесь идет для ножек скрабы 17 евро даже почти 18 да а нет это для двух этих упаковочек тюбиков для двух тюбиков так это антицеллюлитная серия что они тут предлагают 16 евро со скидкой и это для похудения тоже 16 евро в принципе я не могу сказать что здесь дешевле вот я совсем недавно была в пароаптеке цены практически такие же даже можно найти дешевле так что и выбор больше если здесь только вот это два представлено то там можно выбирать различные марки даже есть косметика декоративная тональные кремы 15 6 это кисточка 6 50 румяна бронзер лаки для ногтей тушь 9 50 было 19 евро здесь вот идут оттенки но это как уэйвон что можете посмотреть и потом оттеночки идут так что вот такой вот каталог я получила ну посмотрю более подробно не через объектив фотоаппарата а по нормальному почитаю посмотрю если что-то выберу то обязательно вам расскажу так сегодня у меня на ужин будет вот такая вот утка это она называется канетта есть у нас канар и есть канета она более нежная и готовить я ее буду с лимоном и с яблоками и у меня что обнаружилось я в общем Лара меня так разговорила в инстаграм своим рецептом утки что мне тоже захотелось ее приготовить и сделаю я немножечко по другому рецепту вернее по своему рецепту который я уже делала и я купила уже яблочки в общем выбегала за яблоками и за лимоном потому что мне нужно будет для фарша лимон яблоки изюм и курага сушеные абрикосы немного меда и немного красного вина так ну что я хочу сказать я расстроенная расстроенная серьезно в общем мне опять сейчас придется хотела я снять рецепт показать что я буду делать но придется мне сейчас идти за вином еще в магазин купила я бутылку вина это недорогое вино но чуть больше 2 евро в общем вот такое вино мы покупаем в основном для приготовления соусов для бев бургиньон ну в общем для маринования мяса и для соусов и вы представляете вот если кто-то нарвется не берите оно прям такой имеет аромат ну как ну не знаю даже на вино вообще не похоже какое-то такое кислое я попробовала оно вообще не угодно в общем пойдет сейчас эта бутылка в раковину буду я ее выливать и побегу за вином так что девчонки если получится рецепт не сниму если не получится то не знаю мне еще за Милен нужно идти ай-яй-яй-яй-яй-яй ладно дорогие мои на сегодня наверное буду я прощаться с вами всем большое спасибо что уделили мне ваше время мне было очень приятно что вы были со мной надеюсь вам так же и до новых встреч в моем новом видео на моем канале пока-пока побежала я за вином